Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! И сегодня, как и все 30 лет в этом доме, вас приветствует композитор и пианистка, автор программ и ведущая, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Татьяна Георгиевна Смирнова. Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» А вот давайте вспомним, ну хотя бы назовем несколько наших калифеев в области музыки. Ну кто скажет? Пожалуйста, свиньи, композиторы, русские композиторы, которые звучат во всем мире. Ну пожалуйста, Чайковские, немножко громче, Глинка, Михаил Иванович Глинка, да, пожалуйста, еще Балакирев, так, Мусоргские, да, Римский Корсаков, так, еще, так, Абородин, Абородин из Адыбородина, так. Еще, да, Чемни, это не совсем, он, это мы поговорим потом, да, Карл Чемни, замечательная композитор, но он уже в другой школе, это не русский композитор, да. Так, ну еще, Лядов, да, Лядов, да, Борис Александрович Чайковский, кстати, бывший нашим современником. А еще, Глинка, Щедрин, наш современник, да, Рахманинов, Танеев, да, называли. А вот еще одно имя, золотое имя русской музыки, Прокофьев, Четырях, а Скрябина, а Скрябина мы забыли, да, совершенно верно, Скрябина, Александр Николаевич Скрябин, новатор, создатель великолепнейших полотен, да, Александр Николаевич Скрябин, а еще Сверидов. А Дорогомышского забыли? Совсем забыли Дорогомышского? Да, так, да, кто? Стрябинский, Игорь Федорович, да, так, еще, ну, пожалуйста, Балагерев, Великолепнейший, создатель великолепнейших полотенцов, да, вот смотрите, мы сейчас уже вспоминать начинаем, эти великие имена. А, наши писатели, а давайте вспомним писателей наших, ну, пожалуйста, Пушкин, Толстой, а, кстати, одну милочку, сколько было у нас Толстых в литературе? Три, три, да, совершенно верно, три Толстых, ну, и Сенин Сергей Александрович, да, это поэт, поэт и писатель, да, драматур. Так, еще, Чехов, хорошо, так, так, Логонь, Некрасов, Тюнчев, Тургенев, Фед, Фед, так, Лермонтов, конечно, Лермонтов забыли, безусловно. А вот поэтов вспомнил, ну, вот мы сейчас вспомним Сергея Александровича Есенина, а еще Лермонтов, вспомни, Лермонтова, а еще Лермонтова, да. А Блок, Александр Александрович, Блок, абсолютно гениальный поэт, и, кстати, Блок именно сказал, что гений, гений всегда народен. Вот это замечательное изречение Александра Александровича Блока, гений действительно всегда народен. Вот мы можем вспомнить также параллельно в немецкой музыке, когда Иоганнес Брамс сказал, что в музыке песня народная – мой идеал. И сколько русская земля являла собой вот уникальных судеб и личностей. И, конечно, мы все коснуться не можем. Вот сегодня в нашей программе мы только чуть-чуть коснемся нескольких писито-корифеев нашей культуры. Но вы все знаете, что в этом году очень радостный год, потому что именно в этом году большая дата нашего большого русского поэта, гениального поэта Сергея Александровича Есенина. 110 лет со дня рождения. Прожил он очень, к сожалению, недолгую жизнь, всего 30 лет Сергея Александровича прожил. Но то, что он создал и то, что вошло в сердце наше, как одно из самых высших достижений, и то он нам этим очень дорог. Он не только поэт, он и драматург. Он создатель поэм, великолепнейших поэм. Вы знаете, что, ну, я так думаю, кто вот из вас может процитировать, ну, хотя бы одну строчку Сергея Есенича, если не надо? Стихи, да, знаете стихи? Да. Вот, вы знаете, я хочу вам сказать, что, конечно, кто... Ну, что ты хотела сказать? Тринакрылый снегом. Точно с серебром, да. С мечетей, белая береза под моим огнем. Молодец, умница. И я вам должна сказать, что вот сегодня мы имеем возможность послушать поэтию Свети, она очень сильная. Так вот, когда я говорила о том, что у него действительно очень много интереснейших поэм, которые, к сожалению, очень редко звучат. Это и «Черный человек», великолепнейшая трагическая поэма. «Черный человек». Поэма 36-ти. Пугачев. Поэма Анна Снегина. Великолепнейшая поэма Анны Снегина. Вы обязательно откройте книжечку, почитайте и настройтесь на эту волну, потому что ибо это настоящая русская поэзия. А ведь, вы знаете, он действительно продолжатель поэзии поэтической лиры Александра Сергеевича Пушкина. Слов удивительный. Сергей Александрович создавал слова новые. Какие слова? Великолепнейшие по смыслу и совершенно никем не употребленным никогда в поэзии. Он новатор. Он очень высокого содержания поэзии нам дает для того, чтобы мы понимали, насколько наша земля богата. Вот эти ростки, вот эта почва, скормившая таких поэтов, как Есенин, как Блок, как Пушкин, как Лермонтов, это не случайно. Это все наша богатейшая земля русская. И вот я хочу пригласить на сцену артиста Андрея Гетмана. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Родился я с песнями в травном одеяле, Зори меня вешние в радугу свевали. Вырос я до зрелости внуку пальской ночи, Суть имень колдовное счастье мне пророчит. Только не по совести счастье наготове, Выбираю удалью и глаза, и брови, Как снежинка белая в просе меня таю, Да к судьбе разлучницы след свой завитаю. Издревле русский наш Парнас Тянуло к незнакомым странам, И больше всех лишь ты, Кавказ, Звенел загадочным туманом. Здесь Пушкин в чувственном огне Слагал душой своей опальной, Не бой, красавица, при мне Ты песен Грузии печальной. И Лермонтов, тоску реча, Нам рассказал про Азамата, Как он за ложечка спеча Давал сестру за место злато. За грусть и желчь в своем лице Кипенье желтых рек достоин, Он, как поэт и офицер, Был пулей друга успокоен. И Грибоедов здесь орыт, Как наша тань Берсидской хмари, В подножии большой горы Он спит под плач зурны и тари. А ныне я в твою безгладь Пришел, не ведая причины, Родной ли брак здесь обрыгать, Иль подсмотреть свой час кончины. Мне все равно, я полон дум О них ушедших и великих, Их исцелял карданный шум Твоих долин и речек диких. Они бежали от врагов И от друзей сюда бежали, Чтоб только слышать звон шагов, Да видеть с гор глухие дали. Я от тех же зол и бед Пришел на рек, простясь с богемой, За не созрел во мне поэт С большой эпической силой. Мне мил стихов российских жар, Есть Маяковский, есть Громе, Но он их главный штабс-маляр Поет о пробках в муссель-проме. И клюев ладовский дьячок, Его стихи как телогрейка, Но я их вслух вчера прочел, И в клетке сдохла конорейка. Других уж нечего считать, Они под хладным солнцем зреют, Бумаги даже замаратят, То, как надо, не умеют. Прости, Кавказ, Что я о них тебе промолвил с ненароком, Ты научи мой русский стих Кизиловым Струиться соком, Чтоб, воротясь опять в Москву, Я мог прекраснейшей поэмой Забыть ненужную тоску И не дружить вовек с богемой. И чтоб одно в моей стране Я мог твердить свой час прощальный, Не бой, красавица, при мне Ты песен Грузии печальной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Свищет ветер, серебряный ветер, В шелковом шелесте снежного шума. В первый раз я себя заметил, Так я еще никогда не думал. Пусть над окошком гнилая сыгрость, Я не жалею, и я не печален. Мне все равно эта жизнь полюбилась, Так полюбилась, как будто в начале. Взглянет ли женщина с тихой улыбкой, Я уж с волной. О, какие плечи! Тройка проскачет дорогой зыбкой, Я уже в ней и скачу далече. О, мое счастье и все удачи, Счастье людское, землей любима. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, Значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще, Все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, Свищет ветер, серебряный ветер. Я нарочно иду, не чесаный с головой, Как керосинная лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень Мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани Летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками Моих волос скачнувшийся пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать Заросший пруд и хриплый стон ольхи, Что где-то у меня живут отец и мать, Которым наплевать на все мои стихи, Которым дорог я, как поле и как плоть, Как дождик, что весной взрыхляет зиян. Они бы вилами пришли вас заколоть За каждый крик ваш, брошенный в меня. Вся Америка жадная пасть, Но Россия, вот эта глыба, Лишь бы только русская власть. Мы, конечно, во многом отстали, Материк наш лес, стель да вода, Их железобетонные стали, Там настроены города. Вместо наших глухих раздолий, Там на каждой почти плазе, Перелезано рельсами поле, Цепью каменных рек, шоссе. И по каменным рекам без пыли, И по рельсам без стона шпал, И экспрессы, и автомобили От разбега в бензинном мыле Мчат секундой, считая доллар. Места нет здесь мечтам и химерам, Отшумела тех лет пора. Все курьеры, 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 Маклера, 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 От еврея и до китайца, Проходимец и джентльмен, Все в единой крови считаются Одинаково бизнесмен. На цилиндры, шапо и кэпи, Дождик акций свистит и льет, Вот где вам мировые цепи, Вот где вам мировое жулье. Если хочешь здесь душу выржать, То сочтут или глуп, или пьян, Вот она, мировая биржа, Вот они, подлецы всех стран. АПЛОДИСМЕНТЫ Гой ты, Русь моя родная, Хаты в ризах образа, Не видать конца и края, Только син сосет глаза. Как захожи богомолец, Я смотрю твои поля, А у низеньких околиц Звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом По церквам твой кроткий спас, И гудит за кровотом На лугах веселый пляс. Побегу по метой стежке На приволь зеленых лев, Мне навстречу, как с сережки, Прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, Кинь ты, Русь, живи в раю, Я скажу, не надо рая, Дайте Родину мою. АПЛОДИСМЕНТЫ Артист Андрей Гетман АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Правда, удивительные строки. Есенин Драматург – мощный гений. Вот вы смотрите, какой он разный. Несколько стихов вы послушали и отрывков из поэмы. А какой он разный в каждой. Это говорит о том, что это действительно огромнейший русский талант. И как хорошо, что все-таки звучит она, поэзия Сергея Александровича, что она звучит в наших домах, что мы ее читаем, любим, потому что это наше близкое, это наше родное. Так же, как звучит божественный голос великого Федора Ивановича Шалякина. Я уверена, что нет такого дома, где бы не знали об этом певце, где бы не было хотя бы маленькой пластинки или кассеты с голосом великого Шалякина. Я хочу на это надеяться, потому что это плоть от плоти, кровь от крови нашей Земли. Это огромный талант. И он воспел нашу Родину. Он воспел том, что композиторы написали в своих операх. Он создавал такие образы, драматургические, яркие, незабываемые. После Шалякина много было певцов, мы это знаем. Великих певцов тоже. И в России, и за рубежом. Но такого мощного гения, такой мощной ауры, которую посылал в зал этот музыкант великий, сравнится с трудностями. И вы знаете, мы когда слушаем, он опять же очень разный. Это не только зависит от того наполнения, которое дает композитор в любом произведении своем. Это разные образы. Понятно, что это разные. Но даже такой градации, невероятной градации оттенков голоса, который менялся от образа, от какой-то невероятной внутренней жизни наполненностью, образом, у Шалякина – это особый дар. Даже иногда спорили, кто он больше – драматический актер или певец. И не знали, что предпочесть, потому что это был гений и как драматург, и как певец. Но кроме того, как все талантливые, гениальные люди, приложение силы его находили в разные области. Потому что он и был скульптором, мы это знаем, потому что он свой образ лепил. И не только свой образ, он лепил каждый образ оперной партии. Он лепил либо в скульптуре, либо в рисунке. Мы знаем эти рисунки ярчайшие, как мы можем вспомнить ярчайшие рисунки Михаила Юрьевича Лермонтова, который не только писал великолепные драматургические произведения и стихи, но и еще был совершенно изумительным художником. Так Шалякин тоже. Вот многоликость дарования, многоликость приложения дарования в разных областях. Вот таких примеров мы знаем не столь много в мире. И вы знаете, действительно, когда думаешь, что выходить из самых низов, казалось бы, но что в Казани, в бедном квартале, у беднейших родителей, когда вообще на еду, на пропитании ничего не было. Шалякин вырос в огромного артиста, но ему помогли. У него были гениальные учителя в Казани, в Тифлисе, Усатов. Потом помог ему просто выявиться вот это дарование невероятное. Конечно же, Мамонтов, когда он пригласил его в оперу свою частную, руководителем, вот такие были удивительные люди, вот тот же Мамонтов, меценат. Но он был совершенно образованнейшим человеком, знавшим, мокрый, работать над партиями с Шалякиным. Он владел этим. А потом был, конечно, великий Сергей Васильевич Рахманинов. Сергей Васильевич, дружба с которым продолжалась всю жизнь их, они были очень разные. Но вот Сергей Васильевич сказал как-то, что для меня дружба с Шалякиным была, может быть, одной из самых ярчайших и таких переживаний, переживаний меня как человека. Потому что это было что-то невероятное. Этот человек был непредсказуем своим талантом. Человек, который впитывал все моментально, как кубка. И моментально воплощал, достигнув 500 исполнительского искусства. И вот представьте себе, вся жизнь, невероятная работа. Вся жизнь работа над, как говорится, тем, чтобы образовать себя и подступиться немного к музыке. Подступиться к этим вершинам. Для этого надо было работать и работать. Усатов его тоже обкатывал всячески. Усатов его обогревал, он дал ему основы, может быть, интеллектуального какого-то такого образования тоже. Вот эти три великих Рахманинов снимутся в театре, когда работал у Мамонтова тоже. И работал с ним над оперными ариями. А потом у них были совместные выступления, концерты, кастроли. И вот всю жизнь Шаляпин и Рахманинов – два гиния, которые так обогатили мировое музыкальное искусство, не только русское. И, конечно, если говорить о том, что Шаляпин – драматург и Шаляпин в разных ролях, он проявил все оттенки человеческих возможностей голоса. Потому что невероятно, чтобы он пел Бориса, потом он пел, допустим, Фарлафа, блестящий совершенно разный, противоположный по наполнению образы. Он пел до Сефея. Вообще, Шаляпин говорил, что его любимыми людьми, поэтами, писателями, вот у него было два человека, которых он просто обожал. Вот он говорил, что Мусоргский – это гений. И то, что создал Мусоргский для сцены, то, что создал для оперы – это такое новаторство. Вот он пел почти во всех операх Мусоргского. Я уже не говорю о огромном репертуаре, который он имел с зарубежной музыкой, оперы. Вот. И всю жизнь гастроль – работа. Гастроль – работа. Оттачивание мастерства своего голоса. Уникальное у голоса. Мы сейчас просто, я вам хочу напомнить, то, как он поет совершенно поразительно, фарлафа в опере «Глинки» Руслана Ледмила. Какой он образ создает. Великолепнейший. То есть даже не надо его видеть, а ты слышишь его голос, слышишь его оттенки образа, многочисленные оттенки образа. Я буду прожидать, фарлафа. О, радость я знал, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. Оттачивание. Здесь в красный засладье, arrive на небесни answer, я rosesо горосом, я вам хочу напомнить, то, как он поет совершенно поразительно, фарлафа в опере «Глинки» Руслана Ледмила. О, радость я знал, я думала, что мне лишь с сложным подвигом, я Frauen да иaffles там, я поступай, но сцвили в koş워 дан я beim, Руслана Ледвом. Вот. До конца 我是 Kok Павé. К classmates буд broccoli с огнем, я numero четыrolя Wer ПЕСНЯ 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 Представляете себе, каким грандиозным было появление вот таких русских за границей. Когда в исторических концертах в Париже в 1915 году приняли участие Шаляпин, Рахманинов, Римский Горцаков, Сезона Дягилева. Это какое было наслаждение, вся парижская публика только говорила, что какие же русские. Действительно. И когда эти события закончились, между прочим, я была недавно в Париже, я, знаете, с дрожанием буквально шла по улице Дягилева. А там рядом оперный театр Парижский. Сколько раз там Шаляпин пел в этом театре. И ты чувствуешь, вот, а, вот, чувствуешь великие наши русские певцы. Не только Шаляпин, конечно. А мы еще кого-то забыли, не вспомнили. У нас много было великих русских певцов. А может мне кто-то подскажет? Слобинов. Слобинов, да, Леонид Витальевич Слобинов. А еще? Иршов. Нежданова Анатонина Васильевна, да? Абухова. Да, Абухова. Да, еще? Абухова. Катульская. Да, Катульская это уже поздняя информация. Абухова. Да, вы вспомните, а Дмитрий Смирнов. Удивительный голос. Дмитрий Смирнов, который поставлял нашу Родину тоже. И вот, вот представьте себе вот это созвездие, когда начались исторические концерты в Париже. Вот, вот звучала где русская музыка. Действительно. Это был праздник, огромный праздник, о котором потом вспоминали. И пресса только и гудела, что русские пришли. Да, русские сезоны. Замечательное было событие, конечно. Ну а теперь еще послушаем вокальную музыку. Я хочу пригласить на сцену Алину Фрэнк. Апатию Катериана исполняет Ольга Козлова. И услышим мы сейчас музыку другого русского гения. Ринского, Холмского Николая Андреевича. Ария Снегурочка. Из оперы 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 Снегурочка. Пусти, Отец, как на зимою ладной, Вернешься ты в свою лесную глушь, В своей речке тебя утешу, Песню одной лишь идти за мою, За мою веселую. Пусти, Отец, как на зимою ладной, Вернешься ты в свою лесную глушь, Пусти, Отец, как на зимою ладной, Вернешься ты в свою лесную глушь, Пусти, Отец, как на зимою ладной, Вернешься ты в свою лесную глушь, ПЕСНЯ ПЕСНЯ А теперь послушаем роман с Михаилом Ивановичем Юнке «Как сладко с тобою мне быть» в стихе Трындино. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok